I have ways of blowing things up. Вообще, любой тиван. Было бы неплохо, да. Water 321, это название улицы. Винная лавка. Подождите, заходить пока никуда не буду. Хотя, книжный магазин. Electrical. Шон. Давайте с Шоном поговорим. Да? У меня Берегор. Я хочу поболтать о клиенте. Всегда прав. Не составить тебе компанию? С незнакомцами с улицы говорить? Прекрасно. Незнакомцы, это друзья, которых ты еще не повстречал. Да, как скажешь, блин. Ты что, не местный? В гости пришел на дому, никого ждут. Как дела? Наверное, не повредит немного поболтать о том о всем. Что скажешь? Так, ты владелец? Ага, уже пару лет как. И как тебе? Аренда тут просто гигантская. Конечно, у Estendi было бы дешевле, но там доброй половины населения. Жрать-то нечего, какая им электроника. И почему же ты обосновался здесь? Клиенты, у них тут вводятся деньги, всякие идиотские навороченные лампы. У меня от этого сердце кровью обливается, но на что поделать? Мне тоже надо как себе на жизнь зарабатывать. Есть преступление похуже, мужик. Мир может завтра закончиться, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Задумывался вообще о таком? Нет. Это ты молодец, мужик. А почему именно электроника? В электронике все четко и ясно. Не то, что в жизни. Может тебе мой телик притащить. Ну и что ты про это скажешь? Дэмпский 250, картинки нет, так что я его как радио слушаю. Ой, вот это артефакт. Притаскивай, погляжу, что у тебя там. Как только появится шанс. Ага. Что скажешь про местных? Они все уроды. Это еще почему? А потому что они здесь живут. Не буду мешать твоему перекуру. Красавец. Что он просто красавец, не знаю. Мне он понравился. Это он барсук, по-моему, но вообще красавчик. Гастроном. Кстати. О, гастрономчик можно бы и заглянуть. Хотя, вроде бы, тут есть газета Дельта. Плакат. Океанские... Океанские жрачки вкусно до усрачки. Что, блин? Морозильник. Не слишком свежая на вид. Старлинг Сидр. Может, я на месте? Кстати. Добро пожаловать. Могу ли я заинтересовать вас яблочными дольками в медово-ореховой глазури? У вас сигареты Red Apple есть? Конечно же, 3 доллара за пачку 10 штук. Тогда их и возьму. Спасибо. Вот, с вас 3 доллара. Спасибо. Спасибо. У вас есть Старлинг Сидр. Еще как? Есть обычный брусничный и грушовый. Что берут больше всего? Брусничный. Мой самый любимый. Такой летний. Есть какая-то значка для любимых клиентов? Весь наш ассортимент на полках. Все высшего качества. Хочу купить что-то сезонное. Мне, конечно, привезли новую партию помидоров и высушенного лука. Наконец-то? Аномальные холода лютовали в теплице. Урожайность резко упала. Говорят, обезьяны уже взяли ситуацию под контроль. Ничего про это не слышал. А, нынче в газетах ничего не часто пишут про спад объемов сельскохозяйственного производства, да? У вас в магазине все нормально? Следующая пара месяцев, может быть, не из легких. Что сказать? Хотя бы в Гастаун они лучшие партии поставляют. Все настолько серьезно? Должны справиться. Просто мы очень сильно зависим от поставок из теплицы. Так что свежак скоро подскочит в цене. Спасибо, счастливо. Red Apple купили заодно. А он просил сигареты и газету, да? Док. Или Дюк. Док. Док. Ой-ой, какая замечательная морда. Мальчик мой. До твоей костной структуры любой вид позавидует. Вид? Что? Ладно. Позавидует. Простите. Какая челюсть? И какие там должны быть клыки? Может, покажешь? А вы что, из тех, кто дрочит на клыки? Извини, что не представился. Я доктор Портоломью Фишер Третий. Или просто док. Челюсти изучаю. Так вот, про твои клыки. А что с ними такого? Можешь показать мне клыки? Вот так сказать при этом. Зачем? Акютовый вид намного ниже, чем у остальных псевдохищников. Такое обычно легко вычисляется по длине левого лица. Хочешь, расскажу еще? Невежество. Это личный выбор. Я не невежество. С моими клыками называю. Все в порядке. Прекрати собачиться на пустом месте. Наука не ждет. Я ухожу. Ха-ха-ха. Мо. В бой это ты? Нет, я Мо. Кто такой Бо? Кролик с Гринвеля? Или прям как-то странно. Глупости. Я такой один. Да и усы у меня самые настоящие. Ну, мы же его выгнали тогда. Я не знаю, если это он же, это трындец. Если нет, ну... Бо, у тебя ус отклеился. Тут уходи. Всех лентом распугаешь. Что тут на улице говорят? Что происходит? Ты о чем вообще? Есть какие-то местные места, которые можно лучше обходить стороной? Есть какие-то сплетни, от которых кровь стынет в жилах? В достатке, мужик. Голуби все сразу с ума посходили. Пора тут везде яд раскидывать. Я тебе говорю, или нас вторая волна гусиного крипа накроет? Как пить дать? Гуси хотя бы полезно. Они по ссылке заставляют письма. О, как не соглашусь. Грязные птицы-то все знают. Есть какие-нибудь чудные места, которые лучше обходить стороной? Я чудные и очень даже местные. Хочешь шутку? Конечно. Что ответил грызун-комик, когда его спросили, чем он занимается на работе? Пищу. Не понимаю. Ну, пищуха же. Комик-грызун. Он на работе пищит и хохочет. Вот, получается, пищуха. Теперь понял. Ок. Прожил ли тут кто-то подозрительный? Не, у меня времени нет машины считать. Я тут новости продаю. Ок. Есть что-нибудь для ленивого водителя такси? Чуть-чуть новости, кроссворды. А еще у меня есть кое-чего для взрослых. Насчет для взрослых, это я знаю. Мы с тобой говорили про это на прошлой точке. Я думал, журнал для взрослых незаконно. В этой раскраске есть пара вызывающих картинок, но все абсолютно легально, хоть и не так уж занимательно. Какой сегодня заголовок? Главный храм-пастырь откроется к ежегодному параду Великих Обзьян. Может, тогда кроссвордик? Остались только детские журнальчики. Газетку лучше возьму. Два бакса. Вот, держи. Спасибо, пока. А, деньги... У меня показатель денег какой-то есть? Сколько и чего я могу тратить? Там нет магазинов, куда фурган может доставить, понятно. Валим тогда обратно. В гастроном я уже заходил почитать газету. Есть еще парочка магазов, куда я не заходил. Давайте я принесу сейчас. Ну-ка. Ты попросил, я принес. Газета? Ну, спасибо. Че тебе не нравится? Нет, нормально все. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Как дела у бобра? Очень-очень хорошо. Для меня теперь все, что не детские какашки, отличный план. Семейная жизнь не на горло давит? Представь, что денный и ношный мелкая крикливая хрень тебя тянет за хвост и требует всего внимания в мире. Ну, это любовь. Оно того стоит. Похоже, стоит ли? Не знаю. Ради чего туда еще жить? Мне нравится, что я личность сделал. Когда я умру, меня не забудут. Я довольно сложно забыть, мужик. Я знаю, поэтому у нас с тобой такой тандем удачный. Мое дикое баяние и твое лицо. У тебя же скоро второй, да? Через месяц. Дети дорогой, довольствие. Так что спасибо за подработку, Гувард. Да, не за что. А-а-а, мы же напарники. Напарники что надо? Мне пора. Тут у нас, кстати, гостиница. Лили. Сигаретки не будет? Вот, держи. Одну? Ах ты же одна и старый пердун. А тебе не рановато курить? Я уже достаточно взрослая, чтобы самое решение принимать. Типа того, как ты выбрала Академию Валент, да? А как ты узнал? Следил за мной? Да по твоей самодовольной ухмылке, ясно. Я форму узнал. Ой, Валент, это такая фигня. Лидели в курс твоего состояния? То, чего они не знают, не может им навредить. Кобя, настолько это не нравится? Да там одни напыщенные ослы. Моя папа стену подрулирует, а моя наукограде работает. Да всем насрать, блин. Порятенькие тишки, а? Ага, зачем вообще учиться, если они все равно все хорошо, все хорошие работы потом расхватают. Какой у тебя план? Да я просто выйду замуж после школы, как моя мама. Ей помогло. Ой, просто злишься. Все еще можешь построить карьеру. Да? Не в моей семье. Мой папу у мамы под каблуком, но она все равно без него не выживет. Просто хочу помочь. Не скажу, что помогло. Ну, спасибо за помощь. Извини, что мир такой. Пока, да. Опа. А чевочка приехала. Не успел прочитать. Так, это у нас какие-то коты, кстати. Нужно скорее попасть в ту лавку. Край официально впечатляет. Винная лавка. Пойдем. Все разгрузили, старики. До следующей недели. Я спалился. Луис. Тунец. Привет, друг. Я Дортом Тунец. Я поделюсь с тобой веселыми фактами при каждом нажатии кнопки. Ну же, чего ты ждешь? Жми. Яйца очень питательные. Еще отлично подходят для украшения дома. Растения издают ультразвуковой сигнал, когда у них стресс или их поранили. Это их крик. Бобры едят миллион пицц в день. Никто не думает о тебе больше тебя самого. Камни старые, очень старые. Треть твоей жизни ты работаешь. Лобстеры вне закона. В среднем за жизнь ты выплакиваешь 63 литра слез. Единственная цель икоты вывести тебя из себя. Твои воспоминания объективные могут со временем меняться без твоего ведома. Пристально смотреть на себя в зеркало нездорово. Я пытаюсь понять, есть ли там окончание или нет. В момент рождения ты был самым младшим на свете. Когда пьешь из кружки, твои слюни попадают в стакан, и это противно. Цвет, который видит в темноте, называется умозрительный серый. Правильность твоей точки зрения напрямую зависит от громкости и оброшения. Каждая встреча с кем-то может стать последней. Как назвать зубатку без зубов? Адка. Ты копишь деньги до тех пор, пока ментально не будешь готов насладиться плодами своих трудов. Но именно тогда ты уже сможешь что-то сделать физически. Не сможешь. Все во вселенной являются либо деревом, либо недеревом. Логично. Если подумать, то мозг сам дал себе имя. Твой скелет мокрый. По причине неудачной репетативной семантики, кака менее скорбительно, нежели пи-пи. Зубы съедобны. Однажды ты обнимешь своих друзей в последний раз, но даже не будешь об этом подозревать. Головная боль на самом деле признак раннего распутного образа жизни. Неправда. Совершенно невозможно досконально кого-то узнать. Правда. Громко чихающие просто хотят привлечь себе внимание. Есть такое. Короткие вещи невозможно удлинить. Черт, это умно. Когда-то ты был младенцем. Все были. Оплата аренды один из хитрейших видов ухнетения. Подписываюсь. Как правило, большинство понятий имеет о чем говорит. Ты родился один и умрешь в одиночестве. Пока. Я его выговорил. Во-первых, да. А Чивка, во-вторых, он просто лопнул. Я этого добивался. Серьезно. Я не знаю почему, но мне очень хотелось этого сделать. Давайте я сначала поговорю с этим парнем, прежде чем ломиться к нему в кладовую. Заговорил Тунца насмерть просто. Приветики, я Луис. Чем могу помочь в такой погожий денечек? Так. Ищем бы себя побаловать. Очень хорошо, любезный. Ищите темное или светлое пиво. Или же может что-нибудь сбалансированное на стыке двух стихий. Что может порекомендовать продавец вроде тебя, клиенту, вроде меня? Ах, что ж. Не мне, конечно, судить, но что-то мне подсказывает, что я могу заинтересовать тебя чем-нибудь новеньким. Показать тебе новую, да, дорогу вкуса, так сказать. Я не ошибаюсь? Ну, конечно, хоть кто-то меня понимает. Ага. Может вас заинтересует что-то более экспериментальное и современное, типа дубового красного мру. Вкус, наверное, но что если мне нужно что-то более эксклюзивное? Ммм, не имею ни малейшего понятия, о чем это ты. Что у тебя из товаров самое редкое? Ага, скорее всего, там бутылки Фридс Каральдо. Насколько я знаю, в свободную продажу выпущено было всего 100 штук. Нет, ничего более редкого из того, что ты даже недавно пришла. Ну, нет, только привезли. Но я знаю, что там беспонтовый Старлинг Сидер. Точно не пола для человека, который... Таких высоких вкусов. Может, я и хочу сейчас все и сразу. А, это мне, конечно, приятно, что вы так заинтересованы. Но мне там надо инвентаризацию проводить и бухгалтерию заполнять. Что это такое взволновало, Луис? Что-то не так? Сэр, вы у меня в магазине. Я не позволю так со мной разговаривать. Не позволю так со мной разговаривать в моем собственном магазине. Покупайте или проваливайте. Луис. Я честный детектив. Нам надо поговорить. Что? У нас тут ничего нет. Но если тебе так будет лучше, ты от меня отстанешь. У кого ты покупаешь эти ящики? Моего оптового поставщика. Хотелось бы, чтобы народ покупал то, что я варю. Но, к сожалению, мой товар медленно... Медленно рынок... Мой товар медленно рынок заводит. Если бы у народа был вкус получше, тогда бы... У тебя же нет проблем с деньгами, Луис? Дела немного вяло, но парад хорошенько поможет с продажей. Будет столько гулянок, а на гулянках все хотят пить. А у тех ящиков покупатель есть? Я же их даже еще не открывал. Говорю же, может я тебе бесплатно своего крафтового портера налью? Ты что, в самом деле пытаешься откупиться от меня выпивкой? Пастырь мой, нет же, я просто пытаюсь радушным быть. Стаканчик другой, чтобы разорить атмосферу. Еще никому не помешал. Слыхал о Кларисе? Я слышал о ней. А кто нет? У нее этот пар Байт. Так он называется, если правильно помню. Можно овладеть чем-то еще? Я не уверен. Боюсь, я не в курсе ее бизнес-сделок. Что в ящиках, Луис? Говорили, тебе не поздоровится. Сэр, прошу, не знаю, что вы желаете услышать, но в этом магазине вся жизнь моя. Мне нужна правда, я готов выбить ее из тебя силой. Прекращай ныть. Человек разумный, и все может пройти безболезненно. Давай вот так. Говорит, ну что? Да если я расскажу, ты все равно не поймешь. Когда мы терпели на исходе, я становлюсь очень злым. Никто не узнает. Я ненавижу Бладворд. С тобой все будет хорошо. Давай вот так. Дело не только во мне. Если бы это было так, ну извини. Прошу, пойми и уйди. Кто-то должен остановить ее, помоги мне. Ты совсем не помогаешь. Луис, я расследительный склорис, я на твоей стороне. Возможно, если я тут ключ оброню, а ты потом каким-то образом на склад попадешь, я сам погляжу, никуда не уходи. Черт. Луис. Как бы у меня там засада не ждало. Ящики. Этот закрытый деревянный ящик. Осмотреть. На боку ящика выцветший логотип Starling Sitter. Ящик самый простой. Дешевая древесина и плоская крышка. Посмотреть на крышку. Похоже, на крышке нет замка. Ну и как открыть ее тоже непонятно. Осмотреть. Вы аккуратно проводите пальцем по краю крышки. С одной стороны есть тонкая щель. Приподнять. Крышка отходит довольно легко. Вы почти не прилагаете усилий заглянуть. Под крышкой вы видите маленькие аккуратные свертки из плотной серебристой бумаги. Так, сегодня не блюем. У тебя получится развернуть. Снимайте слой серебристой бумаги, чтобы увидеть под ним аккуратный кусочек плоти. Понюхать. В воздухе стоит дурманящий аромат. Сладкий и маслянистый. С нотками кислотного послевкусия. Посмотреть. Плотиарка розовая. С прожилками. Блин, я так больше не могу. Я увидел достаточно. Блин, у меня там сейчас засада будет ждать, черт побери. Значит, сам все видел. Нелегальные рыбные филе. Опасное дело черного рынка. Думаешь, я не знаю, как пахнет рыба? А иногда ее запах не такой рыбный, как нам хотелось бы. Когда ты понял, что у тебя в ящиках? Совсем недавно. Мне сказали не смотреть, но я не смог с собой совладать. Ах, если бы я не глянул, тогда хотя бы мог притвориться, что все в норме. Расскажи мне все. Никто больше не даст тебе такой шанс. Но если она узнает, что я кому-то об этом сказал, меня за стену швырнут. Понимаешь? Если скажешь кому-то, будь уверен, меня ждет участь похуже смерти. Как так оказалось, что у тебя кладовая забита ящиками с плотью? У меня не было выбора. Сама судьба сыграла против меня. Возможно, выбор был не из легких, но это все еще был твой выбор. Нет. Я бы в жизни не стал тебе не понять. Просто попытайся объяснить. Просто, почему я, а она ничего никому не сделали? Работали честно, платили налоги, гребаный город. Виноват. Почему за это лекарство нужно платить? Близкий тебе человек? Благородная мисс Платворд, моя сестра все еще жива. Она плачивает наши медицинские счета. Я думал, даже магазин продает. Нам все равно бы не хватило. Как именно она помогает ей жить? Лея больна. Так больна, что работать не может. Ей теперь лекарства до конца жизни нужны. И очень дорогие. Доктора с Платворд, у нас есть лекарства. И всегда в срок. Что с ящиками делаешь? Ничего. Я просто смотрю за ними до повторной доставки. Доставки. Звонит женщина. Просит, как обычно. Я отправляю к ней отновить своих парней. Вопросов меня просили не задавать. Что за пацан? Джоуи. Он ничего не знает, клянусь. Тема лучше для Джои. Что за женщина? Ее зовут Бажва. Вот это имечко. Больше сказать не могу. Могу. Адрес написать на моя голова. Полетит с плеч, если Платворд об этом узнает. Ты лично знаешь эту Бажву? Я не знаю. Я бы про такое и не спросил никогда. Спасибо. Мне пора. Пора? Ты что, собираешься сделать? Собираюсь ее остановить. У тебя получится. Она не такая плохая. Делает много чего хорошего, клянусь. Ты свою работу работаешь, и я свою. Просто прошу, никому не говорите об этом. Я не могу постоянно жить в страхе. Тебе нечего бояться. Спасибо, пастырь. Тебя храни. Тебя, конечно, тебя вон как сохранил. Ему пофиг. Мы с вами по себе. Думаю, вам пора, сэр. Следующий вопрос. Когда Бажва ожидает посылку? Ну, Джои отвез им ящик пару дней назад. Сегодня она ожидает коробку сигаров. Но про остальные ящики не скажу. Скажи Джои, чтобы взял выходной. Я позабочусь о сигарах. Я не могу. Они начнут подозревать. Если узнают, что я сдал их, то моя аллея... Никто не узнает, что ты проговорился. Дай мне сигары. Ладно. Мне все равно тебе не остановить. Моя жизнь, скорее всего, не стоит. И гроша. Но если ты не будешь аккуратен, пострадают невинные люди. Береги себя, Луис. Вот, возьми за счет заведения. Что у нас в инвентаре? Дорогие сигары, которые богачи могут себе позволить превратить в никчемный пепел, выкурив их. Ну, такой оборот все принимает. Интересный. Удачи, Луис. Давайте в книжную зайдем. Закрыт. Спасибо. Этот хозяин уже тоже ушел. Ну-ка. Гастроном. Гастроном я уже тоже заходил. Как дела? Конечно. Так, с этим уже не поговорим. Напряжненько, напряжненько. Напряжненько. Вот что я скажу. Книжный закрыт. Винные лавки мы только что вот были. Есть еще гостиница вроде, да? Или уже все? Адрес. Отель, ээээ, не для енотов вроде меня. Понятно. Цена. Миссис Тили? О, погоди. Мы с ней еще не говорили. Какая наглость. Ээээ, вы как вас зовут? Я вот полицию вызову. Ваши ученицы сами меня попросили. это не оправдание отвечать на свои поступки негодяй они уже достаточно взрослых что принимать решение самостоятельно они вы это же я не это имел ввиду дайте объяснить так больше не могу а как вы смеете не с места за полицию дерзайте я пошел удачи тебе просто поверяю как ты так хорошо а куда мне теперь джинджер погоди добрый вечер молодой человек день добрый как голубь поживают у них все хорошо спасибо что спросили они знают меня лучше всех уже вашей семьи да и они мне рады в отличие от остальных мы совсем перестали заботиться о старшем поколении вас нет близких не так уж и долго не так уж и долго нет кажется что вам ужас как одинок так часто бываете прихожу сюда каждый день уже лет пять и должен сказать мне очень по душе тишина и покой он правда никто не нужен мои пернаты друзья отличная компания вам не кажется этот разговор стал немного однобоким одиночество и уединение две разные вещи молодой человек и что у вас только честно мне хорошо в своем уединении хотя конечно иногда хочется это уединение с кем-то разделить если тут на примете кто-то нежный и тихий кто прожил интересную жизнь я запомню было приятно познакомиться хорошего дня молодой человек вам того же пока так от меня сейчас требуют ящик доставляют некой бажью знать кто он такая бажва большие часы старик хронометр как всегда исправно наблюдает за гастауном продолжая в том же духе старый друг ренные а это телефон кто говорит у меня новая зацепка а я слушаю лариса использует винный магазин качество прикрытия и кто покупатель никто по имени бажва есть предположение фантка конец но она звонит магазин и они сами си доставляют а куда куда узнал джорджа стрит 350 знакома от адрес на верхах занятного думаешь на есть нанеси визит лично чего этим добьюсь нет откуда знать улики поищи и конвежером притворись или там проповедником медленнее посылка о хорошая идея как-то квартиру на ней не но так ты в квартиру не проберешься можно меня на чай пригласит наверное подается подается стукам пирога из плоти какая гадость пошевеливайся иду-иду удачи ты отлично справляешься позвоню после а потом сразу домой хорошо домой ну ты теперь тут же аж потом поговорим гарольд такие где же и все в порядке а не обращай на меня внимание сынок вот бы мне вот вспомнить вспомнить что если я обронил его тут что вы потеряли я кольцо уронил скользнула проклятое уверен что обронили здесь скорее всего в решетку и провалилась наверное как именно вы его обронили я не уверен порой закрываюсь сам того не понимаю могли обронить его где-то еще похоже на то но мне кажется слышал дзынь и чтобы я посмотрел уже не в самом расцвете сил но мне нужно вернуть мое кольцо если бы только я смог спуститься в этот люк слишком опасно она может быть уже за километра от нас вдруг я забуду об гирме о ком а покойная жена моя единственная любовь кольцо было дорого вам но вас кольцо было дорого вам но воспоминалось это с вами когда с моим поживешь то поймешь что это неправда боятся времена когда я понимаю что уже много дней не думал о ней вас вам очень одиноко у вас есть семья нет я один уже 17 лет я бы очень хотел коротать с кем-нибудь дни голубей кормить кроссворды решать но но так джинджер мне кажется стоит кое с кем познакомиться уверена в этой душе но не надо меня жалеть а я не жалею просто свожу двух чем-то похожих незнакомцев не то чтобы заинтересован насчет и решенство мне понравится его компания ему нравятся голуби таком джентльмене горите вон там стоит вас представить что уж можете показать ему что если он пожелает сказать ему что если он пожелается глаз недолго разделись не мою скамейку будет рад слышать такой мини квестик но мне кажется это интересно и вы хотели бы с кем-то познакомиться это очень мил с твоей стороны сынок но боюсь я тебя утомлю рассказчики с меня уже не то что раньше не со мной есть тут кое-кто кому бы не помешало бы общение ну да может она сможет найти со мной общий язык а он там сидит кормит голубей ой это хорошо это хорошая деда дама я бы вовсе не хотел и докучать я уже обо всем с ней договорился дерзайте не знаю даже я давно уже ни с кем не знакомился она ждет вас на лавочке ну же идите как скажешь думаю хуже не будет ладно гарольд пойдем скажи что послал я нут удачи моя работа на этом закончена и мне понравилось clean queen нет смысла пока с главной улицы уходить я понял ну чё поехали тогда анатолий покатили да куда верхи погнали вверхи погнали что нового шеф делал тоже совсем раскрыл нет нашел серьезную зацепку показываю дорогу на парнях похоже это делится посерьез необычно это что на рожон-то лезешь а расслабься я не собираюсь отбирать тебя твоего лучшего клиента лучше друг это да но если ты мой лучший клиент чего это на чай не даешь потому что лучшим друзьям не нужны чаевые анатолий это просто невежливо и вежливо я и не думал что ты из этих из высшего общества говардок лучше здорово следи хорошо и так я думаю что мы продолжим в следующей серии тут у нас разворачиваться очень интересные события и мне кажется намечается кое-какой экшене поэтому давайте пока что делаем паузу спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покида а 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 и а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»